Социальное сиротство – тревожная черта современного общества. Дети, не имеющие опыта семейной жизни, обычно повторяют печальную, а порой трагичную судьбу своих родителей. Живя в приемной семье, ребенок чувствует себя более защищенным, но и здесь есть свои проблемы. Какой поддержки ждут приемные родители от муниципальной власти и государства? Валентина Палкина подробнее. Всей семьей здесь собираются только по вечерам. День расписан по часам. Занятия в музыкальной школе, тренировки. А пока младшие учат уроки. Сейчас в приемной семье Чумаковых семеро детей. Еще четверо уже живут самостоятельно. Наверное, самым сложным для Марины и Владимира Чумаковых было принять ребенка таким, какой он есть. С его достоинствами, недостатками, непростым прошлым. Немало усилий требуется и для того, чтобы в школе эти дети не отставали от своих сверстников. У нас есть служба сопровождения. В принципе, она работает хорошо у нас в городе. Психологи работают. Но работа нужна не только с приемными родителями, но и с учителями, я считаю, с педагогами, которые работают с нашими детьми. Часто они не готовы принимать наших детей. А еще настоящим испытанием становится поход в поликлинику. Многодетным мамам приходится также часами ждать своей очереди, как и всем остальным. Глава города пообещал решить этот вопрос. Скоро в этой квартире начнется ремонт. Это обязательство тоже взяли на себя городские власти. Летним отдыхом мы не обижены. Нам помогают. У нас путевки всегда в загородный лагерь предлагаются. Нам бы хотелось, чтобы городская дума закладывала мебель нам немножко в бюджет городской, чтобы выделяли хотя бы немножечко средств. Просто ли стать приемным родителем, полюбить чужого ребенка? Человек, отважившийся на такое, должен реально оценить свои моральные, психологические силы, финансовые возможности. В конце прошлого года семья Марины и Владимира Чумаковых снова пополнилась. Сейчас самый младший – шестилетний Вова. К сожалению, в родных семьях они не получали той заботы, которую получают здесь. Поэтому город сегодня, изучая всю эту схему воспитания приемных детей, все-таки склоняется к тому, чтобы поддерживать вот такие приемные семьи. Это, наверное, самое сегодня реальное и главное, что здесь человек получает полное воспитание. Дети из приемных семей знают, как вести домашнее хозяйство, какие социальные службы решают те или иные вопросы, как организовать семейный бюджет. Но самое главное – ребята не просто живут в домашней обстановке до достижения ими совершеннолетия, но и обретают семью на всю жизнь. Валентина Палкина, Вячеслав Голиков, Вести Киров.